В 1783 году между Россией и Грузией был подписан Георгиевский трактат. В результате него Грузия, опасавшаяся своих мусульманских соседей в лице Турции и Персии, признавала покровительство России над собой. Кроме того, в том же году Екатерина II объявила о вхождении Крыма, недавно получившего независимость по условиям Кучук-Кайнарджийского мира, и граф Потемкин был отправлен туда для строительства города Севастополя. К слову, Екатерина, заботясь о своем положении после присоединения Крыма, отправилась в путешествие по России до Севастополя, чтобы узнать мнение народа о ситуации, а заодно проверить, как идет строительство города, порученное Потемкину. Однако действия российской императрицы не нравились Турции. На ее стороне также была Англия. Дело в том, что последнюю не устраивало то, что Россия поддерживала США в их войне за независимость. Россия, в свою очередь, заручилась союзом с австрийским императором, и в 1787 году началась новая русско-турецкая война. В октябре генерал-аншеф Суворов занял крепость Кенбурн. К слову, в честь этого события Суворов был награжден орденом Андрея Первозванного. В 1788 году на юге Российской империи были сформированы две армии – Екатеринославская под командованием Потемкина и украинская возглавляемая Румянцевым. Последняя должна была действовать вместе с армией австрийцев. 20 июня часть русской армии перешла Днестр, другая же под командованием Салтыкова осталась для взаимодействия с австрийским корпусом и дальнейшего взятия Хатинской крепости. 18 сентября Хатин, где был оставлен австрийский гарнизон, был сдан, а 17 декабря произошло взятие Отчакова армии Румянцева. 11 июля 1789 года граф Потемкин начал наступление на Бендеры. Но ключевую роль в компании сыграл генерал Суворов. 21 июля он разбил турок в битве под Факшанами, в то время как Потемкин достиг Бендер лишь к 20 августа. Медлительность русских войск позволила туркам перейти в наступление, но 11 сентября они были разбиты русскими, также под командованием Суворова, в битве на реке Рымник. Австрийцы же в свою очередь ничего не предпринимали. Лишь 1 сентября они осадили Белград и через месяц смогли его занять. Но 1790 год начался для них неблагоприятно. Сначала они были разбиты в битве под Джуржий, а в феврале умер австрийский император Иосиф II, и новым монархом стал Леопольд II, который был склонен к мирным переговорам. Довольные таким раскладом дел, турки предприняли попытку отбить Крыму России, однако они потерпели ряд поражений на море от русских под командованием адмирала Ушакова. Кроме этого в этом же году произошло взятие русскими войсками крепости Измаил, которая до этого казалась неприступной. Через год между сторонами начались мирные переговоры, однако Османская империя всячески затягивала этот процесс. Лишь поражение турецкого флота у мыса Калиакрии заставило турок подписать Яский мир, согласно которому Турция признавала покровительство России над Грузией и вхождение в ее состав Крыма. Однако в это время на территории Речи Посполитой начинаются восстания поляков против раздела страны. В 1793 году во Франции произошла Великая Французская революция, свергнувшая короля, что очень насторожило европейские монархии, поскольку нечто подобное могло произойти и с ними. В частности это беспокоило Россию, Австрию и Пруссию, так как они опасались восстаний поляков, что повлекло бы утрату их влияния над этим регионом. В 1793 году произошел второй раздел Польши, а через год началось патриотическое восстание Тадеуша Костюшко, которое было подавлено. Оно по иронии и стало причиной для третьего раздела страны, и таким образом в 1794 году польско-литовское государство было на время ликвидировано. Изучать историю как России, так и других стран очень интересно, особенно если повествование и монтаж на высоте. Поэтому хочу вам порекомендовать канал российского маппера. Здесь вы найдете много видео не только по альтернативной, но и по мировой истории. Лично мне очень понравилось видео про историю белого движения на юге России. В общем переходите по ссылке в описании и подписывайтесь, об этом вы точно не пожалеете. Благодарю за внимание. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь впереди у нас еще много интересного.